К теме происшествий. Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля. Сейчас мальчик находится в больнице с тяжелыми травмами. ДТП произошло накануне на магистральной улице в районе остановки 15-я школа. За последние два месяца это уже второй случай, когда именно на этом участке дороги маленькие пешеходы попадают в аварию. Ольга Полюкова расскажет подробнее. Ночь, улица, фонарь, бессмысленный тусклый свет. Из строчки Александра Блока можно убрать лишь слово «аптека». Стихотворная строка прекрасно отражает ситуацию на магистральной улице. На остановках каждый день садятся и выходят из автобусов дети. Рядом 15-я школа. За два осенних месяца в этом месте уже два раза под колеса машин попали ее ученики. Родители волнуются. Многие стали провожать и встречать детей с уроков. Через двойную дорогу здесь должны дети проходить. Желательно, в любом случае нужно провожать детей. Нужно ждать, пока машина не остановилась. Если остановиться, то нужно переходить дорогу. Жертвами аварии стали ученики 15-й школы. Обоим по 9 лет. К счастью, оба остались живы. В первый раз ДТП произошло в середине октября, как только выпал первый снег. Эти кадры предоставил нам один из водителей. Его видеорегистратор зафиксировал этот страшный момент. Смил! Тормози, тормози! Второй ребенок пострадал буквально через месяц, 23 ноября в 6 часов вечера. Он тоже был один и перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель не уступил дорогу. Несовершеннолетний ребенок был госпитализирован на скорой помощи в Новоренгойскую городскую больницу. Был доставлен в больницу с различными травмами и ушибами. На данный момент у него степень тяжести определяется как средняя. То есть у него закрыта черепная мозговая травма и сотрясение головного мозга. Эту тему поднимают сегодня на рабочем совещании депутатов городской думы. Директор 15-й школы предлагает полицейским обратить внимание на участок дороги, ставший опасным. Нужно принимать меры и немедленно. Учуждение волнует. Такая ситуация. Сегодня на рабочем заседании вопрос был поднят. Мы получили ответы необходимые. Сформулируем письмо официально. Я думаю, что ситуация будет разрешаться. Также мы отмечаем, что там недостаточно освещенность, которая затрудняет соблюдение правил, наверное. Ну и, конечно же, это способ лихого вождения наших водителей. Заместитель начальника ОМВД Сергей Никифоров согласен с тем, что в районе остановок слабо светят фонари. Возможно, здесь не помешали бы камеры видеофиксации, лежачий полицейский и знаки ограничения скорости. Предложения приняты. Решение вынесет специальная комиссия. У нас очень много сейчас на сегодняшний день аварийных участков. С чем это связано? В первую очередь, с тем, что улучшаются дорожные сети. Производится их ремонт, дороги делаются. Соответственно, скоростной поток и скорость автотранспорта увеличивается. Люди начинают ездить. Опять же, непосредственно дисциплина водителей у нас желает быть лучше, потому что не все соблюдают правила. На решение проблемы потребуется время. Установка камер, дополнительных знаков или фонарей – дело затратное и трудоемкое. А пока, чтобы не продолжить печальную статистику, нужно быть внимательнее. Не только водителям, но и пешеходам. Особенно детям. С 1 июля 2015 года действует новое правило. Все пешеходы, решившие прогуляться в темное время суток по загородным дорогам, должны носить световозвращатели. Если в обычной одежде водитель может заметить человека, когда до него остается 30-50 метров, то с использованием фликеров это расстояние увеличивается до 150, а то и до 400. Эта дорога находится в черте города. И штраф за отсутствие фликеров вам не выпишут. Но чтобы обезопасить себя и ребенка, лучше подстраховаться. Ольга Полякова, Давид Девяташвили, служба новостей «Импульс».